Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер, 17 часов в Москве, это время бизнес-класса. Меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня, как всегда, мы с вами говорим о том, как чувствует себя бизнес в родимом Отечестве. Мне показалась интересной сегодняшняя тема, ну, назвали мы ее так, особо не мудрствуя, это бизнес на бункерах, для чего и для кого их строят, а строят их, как оказалось, достаточно активно, более того, спрос на них тоже достаточно высок. Сегодняшний гость, я, кстати, жду его, не связано ли то, что он несколько задерживается с тем, что занимается бункерами. Надеюсь, что он все-таки через некоторое время появится в этой студии. Его зовут Данила Андреев, он генеральный директор компании «Спецгеопроект». Дай бог! Ну, а для вас, уважаемые слушатели, я пока есть время, сообщу, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, звоните, задавайте вопросы. Также есть интернет-ресурс finam.fm, это возможность написать и задать свой вопрос на сегодняшнюю тему. Еще раз повторю, мы говорим сегодня о том, насколько востребованы бункера в нашей действительности, для чего и для кого их строят. Кстати, я приветствую моего гостя Данила Андреев в студии. Добрый вечер, Данила. Добрый вечер. Слава богу, что все хорошо закончилось. Я начну с того, что, ну, естественно, перебирая в интернете, интересные какие-то истории, вот, я нашел ссылку на мотивацию, что ли, да, для чего нужен бункер и для чего он используется в обычной жизни. Вот такой интересный перечень чрезвычайных ситуаций. Значит, это радиационные заражения, это кислотный дождь, это угроза пожара, это атомная война, это угроза террористической атаки, это стихийные бедствия и это конец света. Вот для этого, по мнению неких знатоков, необходимый бункер. Ну да ладно, это их мнение, а мы, если позволите, начнем разговор с Данилой. Ну, прежде всего, расскажите, что побудило вас заняться таким бизнесом, откуда вдруг это началось? Ну, началось не вдруг, мы уже больше 10 лет занимаемся, работаем в системе гражданской обороны, мы проектируем, реконструируем, строим объекты гражданской обороны, то, что называется бункерами. Ну, правильнее это называть убежищем, потому что бункер это такое понятие. В старые добрые времена, да, было бомбоубежище, вот такое было понятие. Ну, в старые добрые времена были бомбоубежища, совершенно верно, по названию можно понять, что основная задача бомбоубежища это защита от бомбежки. То есть, если мы, опять же, вспомним, когда у нас, скажем, был пик применения этих убежищ, это была Вторая мировая война, естественно, были авианалеты, и задача была какая? В случае авианалета, когда будут сбрасывать авиационные бомбы, чтобы убежище выдержало удар этой бомбы. И поэтому основная, скажем, особенностью таких убежищ было глубокое залегание. Ну, естественно, да, то есть большая бомба сбрасывается, тротиловый эквивалент очень большой, то есть, соответственно, надо как можно глубже закопаться. Сейчас у нас изменились и бомбы, и средства их доставки, да, поэтому... И не только о бомбах, да, сейчас вот я прочел этот перечень. Со всеми пунктами вы согласны, кстати? Меня больше всего заинтересовал этот самый конец света, и как можно от него... Как он, во-первых, выглядит, да, так никто и не выяснил, несмотря на то, что мы ждали его. Ну, не со всеми пунктами я согласен, кстати, по поводу бомб, да, то есть сейчас уже нет смысла делать так глубоко. Почему? Потому что, ну, если, скажем, задача поразить этот объект, то есть сейчас и специальные, так называемые, противобункерные бомбы, да, которые именно ударный вал вниз распространяются. Ну, и в любом случае, то есть это то, что мы строим для частных заказчиков, да, это не... там нету диктаторов, там нету каких-то там скрывающихся там президентов каких-то банановых республик, то есть там все люди... То есть и другие цели. Да, они всегда прекрасно понимают, что их бомбить лично никто не будет, да, ну, а если будет ударная волна, естественно, там, объект делается по всем нормам гражданской обороны, он способен защитить от этой ударной волны вплоть до ударной волны ядерного взрыва. Вот, что касается конца света, ну, очень большой был интерес перед 21 декабря, но больше не от клиентов... Анонсировано, да? Да, честно говоря, от ваших коллег, которые затаскали там... Ну, видите, у вас был такой горячий период, да? Очень был горячий период, да. Почему-то все посчитали, что я большой специалист по концам света, хотя всем очень популярно пытался объяснить, что конец он на то и конец, да, и как бы... В бункере ты его, да, встретил. Это вообще понятие не, скажем, не научное, больше к религии можно отнести, к философии, но никак не к физической, да, не к физической, это совершенно верно, потому что, ну, есть катастрофа, да, если говорить серьезная катастрофа, может быть разного масштаба, да, то есть вот сейчас буквально там, сколько у нас прошло неделю назад, даже меньше, да, там упал Челябинский этот метеорит, да, представим, что если бы объект был, скажем так, вот, и он буквально там в диаметре, что-то я слышал, там, буквально несколько там метров в диаметре, да, это там не очень большая штука-то оказалась в итоге, во всяком случае, по обломках так восстановили, вот, и если бы этот объект был, скажем, раз в 10 больше, да, катастрофа была бы регионального масштаба, если бы он был радиусом больше километра, то, в принципе, никого бы вообще на Земле не осталось, тут никакой бункер не спасет. Ну, с другой стороны, ну, и, насколько я тоже следил за этой информацией, он ведь взорвался в воздухе достаточно высоко, и именно это спасло, может быть, да, как минимум регион. Ну, я вам как астроном-астроному скажу, что он, скорее всего, при входе в плотные слои атмосферы нагрелся, да, и, соответственно, рассыпался на несколько кусков, там взрыва не было, как такового, да, то есть взорвался он... Ну, в интернете вы же видели, да, этот ролик? Да, конечно, кто его не видел? Да, с финальной фразой, которую сейчас иностранцы очень, да, скрупулезно переводят, чтобы она обозначала. Мне очень понравился, как бы, один там мем насчет того, что жители метеорита с ужасом наблюдали приближение Челябинска. Ну, там много жаб всяких, да, по поводу того, что это почта России, да, которая, наконец-то, доставила, да, обещала в декабре доставить конец света. Ну, вот, понимаете, опять же, момент показывает, что космическая угроза, она очень реальна, да, то есть люди, они вообще, так скажем, пребывают в таком неведении относительно того, что происходит снаружи. Снаружи, я имею в виду, там, не вне нашей страны, да, а вне нашего мира. То есть это есть, там, различные потоки метеоритов, да, которые наша, там, Земля проходит, там, ежегодно, например, да, там, ну, известные, там, в августе, которые... Ну, это мелкие частички, да, там, все понятно. А есть куча больших кусков, которые летают сами по себе, да, и, в принципе, могут прилететь когда угодно. В этот момент. Видите, да, система ни оповещений не сработала, ни предупреждений, ничего не было. Одна из моих коллег, да, по этому поводу сильно переживала, она говорит, ну, мы живем в 21 веке, тут летит метеорит, и мы об этом узнаем постфактум только. Как же такое может быть? Ну, опять же, смотрите, касаемо меня, да, нашей темы. Система гражданской обороны, она изначально не была рассчитана на защиту от метеоритов, да, вообще она, это четко от защиты, защита от внешнего врага, да, от какого-то, то есть, ну, самая большая страшилка, вспомним уроки ОБЖ, да, это, естественно, ядерный взрыв. То есть, почему? Потому что там сразу в совокупности очень много поражающих факторов. Это и ударная волна очень сильная, это и радиационное заражение, и последствия осадки, которые там могут выпасть, да, и, опять же, вспышка, да, которая ослепляет, и импульс электромагнитный очень сильный, который выбивает всю электронику. И то, что мы делаем, да, то есть мы делаем и, скажем, государственные объекты большие, да, и частные, они абсолютно одинаковые, различаются только размером, по сути, да. То есть задача защитить от всего, ну, как бы желательно. Ну, как минимум от того, что вы перечислили сейчас. Да, сделать некий универсальный объект, который может, скажем, обезопасить человека от какой-то чрезвычайно нестандартной ситуации. Это, знаете, как вот подушка в машине есть, да, это же не значит, что человек садится в машину, он думает только о том, что, а, вот я сейчас попаду в аварию, да, вот я такой параноик, я поэтому без подушки не... То есть это, скажем, дает дополнительную защиту, она еще никому не мешала, если у человека есть деньги для того, чтобы, скажем, защитить себя и свою семью дополнительно, да, там, построив или оборудовав в сядоме такой объект, ну, почему нет, собственно, я считаю, что это совершенно разумное. Я согласен, но, с другой стороны, вот если аналогии ваши воспользоваться, в автомобиле есть подушки, их много, у кого-то, да, дополнительные есть сверху, снизу, сбоку, и, тем не менее, мы уже говорим, что это не 100% гарантирует от печального результата, ежели что. Можно сравнить это и тот самый бункер? Слушай, ну, правда, жизнь такова, что 100% гарантии нет ни от чего и никогда, да, то есть тот же самый там бронежилет, проводя параллели, да, которые одевают люди, которые хотят защититься, например, от выстрела, он тоже, как бы, не дает 100% гарантии, но его почему-то все равно покупают и одевают, да, то есть это тоже о чем-то говорит. Вот, что касается, опять же, мотивации людей, то есть зачем они это делают? То есть у нас очень мало, знаете, клиентов, которые хотят бункера ради бункера, да, которые говорят, слушайте, так, я так подумал, да, вот сейчас будет ядерная война, скорее всего, ну, или еще что-то такое, там, метеорит прилетит, поэтому вы давайте мне сделать бункер, потому что я очень сильно переживаю, спать не могу. Данил, я извини, перебью сейчас, вот опять я ссылаюсь на то, что в интернете вычитал, там есть еще замечательная ссылка такая. Кроме того, подземный буркин может пользоваться в коммерческих целях, пишется там, и опять двоеточие, это может быть место для переговоров, это может быть место для вечеринок и корпоративов, это может быть место для хранилища ценных вещей и для проведения различных выставок и презентаций. Я понимаю, что наверняка это не изначальные мотивации, но с другой стороны, мы, так сказать, люди-то экономные, мы говорим, ну, ладно, давай, этот бункер будет вот на тот случай, да, а пока того случая не случилось, давай я буду использовать его. Ну, вот что касается там презентации выставок, да, на самом деле, знаете, как бы у нас среди клиентов, у них, как правило, дома, в которых есть место и на выставке, и на презентации, да, и на все, что угодно. То есть не требуется дополнительная площадь для того, чтобы ее как-то параллельно использовать. Ну, хорошо, площади, может, не требуется, но понятно, что, да, если мы говорим, что выставка проходит в подземном бункере, а он ведь наверняка, и вы сейчас об этом, я надеюсь, расскажете поподробнее, он наверняка как-то соответствующе выглядит, он навевает определенные эмоции. Представляете, я пришел в бункер, и фетиш определенный есть, конечно. Во-во-во-во, то есть есть некая эмоциональная составляющая, я думаю, что некие выставки там могли быть гораздо успешными. Вы знаете, есть четкие у нас какие-то вещи, да, которые, ну, есть смысл там делать, да, ну, например, там, это пэник-рум, то, что в Америке очень распространенная вещь, это комната, защищенная комната для дома, да, там, бог с ним с концом света, там, со всякими ядерными войнами, но когда у людей дома в коттеджных поселках, они, на самом деле, очень уязвимы, да, от нападения, например, то есть пройти первый уровень охраны, который там... От нападения вот того, обычного, да, там, захват заложников, нападение, там, просто там... Вор, да, сейчас агрессивное достаточно. Ну, это, скорее, не вор, а именно разбой, да, когда делается. Данил, спасибо, мы сейчас новости послушаем, у нас время новостей, а потом продолжим наш сегодняшний эфир. Итак, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний эфир, тема которого «Бизнес на бункерах», как зарабатывают деньги, строя эти замечательные убежища, для чего и для кого их строят, основной вопрос сегодняшней программы. В гостях Данила Андреев, генеральный директор компании «Спецгеопроект». Я еще раз напомню, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495 и адрес сайта компании «Финам.фм». Звоните, пишите, задавайте вопросы и вообще, как вы думаете, насколько востребован, да, бункер сегодня среди наших сограждан. Кстати, возвращаясь к нашему разговору, Данила, можно обрисовать, ну, может быть, какой-то средний образ вашего клиента, он богатый и бедный, он определенного уровня, я не знаю, образования и так далее, социального положения. Ну, богатый и бедный, понятно, что не на последние деньги, да, то есть у нас это, знаете, это совсем в голове, там, как бы единственная цель, да, там, спастись от того же конца света, наверное, человек готов там квартиру продать. Да-да-да, и переехали в бункер. Да, но нам таких, к счастью, не попадалось, то есть в основном люди все абсолютно адекватные, это где-то от 35 до 50 лет, ну, в основном, да, у них есть семьи, дети. Кстати, во многом, да, живут за городом обязательно, да, то есть. Человека, семья, дети, да, и во многом это как раз и мотивирует его, да, то есть он, в итоге, не только себя, да, своих близких. Ну, безусловно, это забота о семье, да, то есть, знаете, еще бы я сказал, люди, которые привыкли контролировать ситуацию, да, очень не хочется оказаться в положении, когда вот что-то произойдет, ну, неважно, да, там какой-то, предположим, там, на каком-то производстве опасный какой-то взрыв, техногенная катастрофа. А ты как заложник обстоятельств. Вот оно пошло облако какое-то, да. Куда деваться? Был случай, по-моему, в 10-й год, лето, да, когда там были лесные пожары, вот эти вот торфяники горели, извините. Да, 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 совершенно верно. Вот, и у нас пользовались люди, то есть мы потому что приезжаем периодически на обслуживание, раз в год мы делаем обслуживание объекта полное ТО, замена запасов продовольствия, средств защиты, вот, и мы общаемся с заказчиками, то есть говорят, да, пользовались, залезали туда, причем, ну, это как залезали, понимаете, там есть комната в доме фактически, да, по лестнице спускаешься, открываешь. Это и есть тот самый бункер, да? Да, это бункер, да. То есть он пристраивается, как правило, дома уже готовы, мы пристраиваем это все к дому, делаем рядом с домом такой объект. А он над землей, под землей, это не имеет значения? Нет, он, конечно, под землей, потому что, ну, хоть от прямого попадания он и не защитит, и не должен, как бы, да, я имею в виду вот именно такой серьезной там боеголовки какой-нибудь, да, но при этом, скажем, заражение радиационное, да, чтобы преодолеть, спастись от этой вещи, то есть там нужно, естественно, заглубление раз, да, там, хотя бы метр, там, полтора грунта, и потом идут там специальные материалы, которые защищают, плюс там 40-60 сантиметров железобетона особой марки, вот. Вот, и наши клиенты, да, они говорили, что они там прятались, то есть, ну, как бы, по сути, квартира под землей, там, двух-трехкомнатные у нас такие форматы. Ну, а насколько комфортно, да, если мы говорим о том, что действительно, торфяные пожары, лесные пожары, да, это задымление, я сейчас сам помню, я возвращался из из Подмосковья, ну, и этого там не замечаешь, да, вроде бы, проезжаешь, и мы там, с друзьями я встречался, а потом домой приехал, зашел в лифт, и чувствую, вот от меня запах этот специфический, как если бы я какое-то время провел у костра, у дымящего костра, прям от меня вот действительно, ну, то есть понятно, да, что мы видели это облако дыма. Это, это, на самом деле, намного вреднее и намного более серьезные последствия, чем, скажем, это афишируется. Да, потому что там пострадало огромное количество людей, то есть, многие получили тяжелое заболевание, именно, ну, что касается, вот, легочное, да, и, ну, как сказать, у нас не принято об этом сильно много говорить, то есть, ну, было и было, да, там, что теперь. Вот, а на самом деле, вот, у нас есть один из клиентов, у него ребенок один осматик, ну, вот, конкретная ситуация, да, то есть, они туда прям переехали всей семьей, помещение, его, в принципе, не отличишь от обычной квартиры, если не обращать внимания на двери, которые весят там по 200 килограмм, да, специальные вот закручиваются, герметичные, а так все то же самое, они там просто ночевали, потому что система фильтрации в доме, которая есть, да, то мы не... Ну, да, вот я хотел сказать, там... Да, она не справлялась с этим дымом, а... А там своя какая-то, да, внутри... А здесь, знаете, мы ставим военное оборудование, то есть, другого просто не придумано, это то же самое, что, ну, грубо говоря, стоит там в бункере генштаба, да, у президента, там, это оборудование все одно и то же, то есть, и у наших клиентов ставится такой же, это фильтры, поглотители такие здоровые, военные, ФП-300 такие зеленые, вот, стоят двери герметичные огромные такие, тоже тяжелые, специальные системы регенерации воздуха, это вот в коллективных объектах очень редко применяется, потому что это дорого достаточно, да, то есть, она такая система стоит, там, порядка трех миллионов рублей регенерация, но она как на подводной лодке, как на космическом корабле позволяет, даже если вообще нету снаружи воздуха, абсолютно никакого, да, там или затопило полностью, либо воздух отсутствует, потому что температура большая, там, пожар, например, пылает, внутри люди могут находиться там практически неограниченное время, то есть, именно, пока есть вода и пока есть электричество, то есть, там специально идет реакция, да, и вот оно вырабатывает чистый кислород и поглощает углекислоту параллельно. Действительно, это время может быть неограниченное? Еще раз говорю, пока есть вода и пока есть электричество, вот две вещи, которые только влияют на время. Естественно, электричество в убежище всегда автономное, потому что это генератор, который независим от сетей, ну, внешних. Да, внешних сетей, потому что, ну, понятно, да, любая катастрофа, в первую очередь, что у нас отрубается электричество. А генератор, он сам заряжается как-то? Он сам запускается. Это дизельный генератор, ну, опять же, у нас там дублирующая система, есть еще накопители электрические, такие большие инверторные, которые накапливают энергию и могут, от них может работать оборудование, даже если, например, генератор не завелся, там, что-то с ним там вырубило электромагнитным импульсом каким-то. То есть есть дублирующие системы, более защищенные, которые позволяют в любом случае не остаться без электричества, потому что от него запитаны все системы жизнеобеспечения. Хорошо, ну, и опять вернемся к тому, кто все-таки, да, по давляющему всему случаю, ваши клиенты, кто заказчики. По, скажем, я уже сказал, возраст где-то там 35-50 лет, семейные люди живут за городом, у них, естественно, там свои дома, потому что, ну, мы можем оборудовать только около частного дома такой объект. Что касается сфер деятельности, совершенно разные люди, у нас есть и бизнесмены, и чиновники, очень много звезд шоу-бизнеса, я по определенным причинам не буду называть, но вот как бы... Нет, фамилии не надо, но, то есть, есть некая логика в том, что они, да, струнны. Да, трое из вот этой вот, из этой сферы вот в том году заказали такие объекты, и вот мы, кто-то к 21 числу хотел очень успеть, но в основном люди, кстати, совершенно на это не обращали внимания, их больше интересовало, говорят, вот мы там, предположим, вот уедем, да, там, ну, на отдых зимний, вот мы приедем, там будет готово, не будет, то есть вот такие вот вещи. Никто особо не заморачивался насчет вот этих вот концов света. Ну, а связывал, тем не менее, связывал именно с планирующейся, да, этой катастрофой. Ну, в шутку все спрашивали, а успеем мы до 21 числа, смысл-то есть вообще в этом во всем, но реально, когда уже там ближе к делу было, если такой человек ставил задачу, мы успели, то есть мы это сделали именно к 21 числу, там он был готов, там, на неделю раньше, мы там сдали 4 объекта, вот, но, как правило, такой нету необходимости. А вообще, ну, мы, наверное, стоит говорить опять, да, или упомянуть как минимум, то есть, в преддверии конца света, да, спрос на ваши услуги мог повыситься существенно. А, в принципе, есть у вас, да, очередь за тем, чтобы создать, сделать этот бункер, или какая-то сезонность, может быть? Вы знаете, такой бизнес очень специфический, да, то есть это, скажем, не наш, не то, что не основной, да, не единственная сфера деятельности, я уже сказал, что основной это коллективные большие объекты гражданской обороны, то есть это вот то, что строится, скажем, для нуж города, да, такие объекты. Что касается частных, очереди нету, но у нас в работе все время там 3-5 объектов есть, которые мы заканчиваем, приходят другие заказчики. Они долго строятся? Зависит от многих очень факторов, ну, как правило, там, от 3 месяцев до года, потому что если, например, там, ну, у нас там есть объект 500 метров под землей, там, 15 метров глубина, то есть, ну, это очень серьезный объект, да, причем там... Это частный, частный заказ? Частный заказ, да. Это вот такой, но он реально, ну, меньше года его просто там физически тяжело очень построить, тем более он там на берегу водохранилища, то есть там система дренажа очень мощная делается. Там вообще вот в строительстве такого объекта защищенного есть там своя специфика, то есть это очень сильно отличается от строительства обычного дома, да, потому что очень глубоко ведется строительство, то есть это от, скажем, 6 до, там, 20 метров, соответственно, это укрепление грунтов, это дренажи, это мощные насосы, которые воду откачивают, опять же, монолит там очень непросто льется, потому что мы делаем даже не по нормам, а превышая эти нормы, которые были еще в 70-х годах прошлого века созданы от ядерной войны, то есть мы делаем там и более, скажем, там, с современными уже достижениями армирования, схемы армирования другие, мы делаем бетон, который других марок там особо прочный, там, до 45-й, там, и, соответственно, это все там требует определенных навыков. Я правильно понимаю, что все-таки вы, естественно, нормы какие-то существуют, вы на них ориентируетесь, но это нормы те самые прошлые, а современных норм нету, потому что вот никто, так сказать, об этом не подумал, может быть, или? Скажем, если мы будем говорить сейчас о состоянии гражданской обороны, это вообще отдельный разговор. Безусловно. Там все не так просто, не хорошо, не плохо, да, это лучше, чем было 10 лет назад, намного, но далеко не идеально, там есть ряд проблем в этой отрасли. Вот, если говорить про частные заказы, да, есть СНИП 2.11.77, это, соответственно, в конце 70-х годов, в прошлый век был создан. Понятно, что на данный момент он устарел, но, скажем, строят убежище до сих пор по нему, да, то есть есть там, например, написано, что нельзя, ну, условно, там, нельзя лампы дневного света, да, вот эти вот делать, то делают лампочки леча, и все, да, то есть никто не говорит, что давайте диоды поставим и так далее, ну, не примет просто потом госприем к такой объекту, поэтому... Это как известный персонаж в кинофильме говорил, да, это старая инструкция, но еще ее никто не отменял. Но хорошая. Но хорошая. У нас есть вопрос, давайте послушаем его. Илья, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, я хотел уточнить у вашего гостя, касаемо мощности по электричеству, если все инженерные системы у вас висят на резервном электричестве, какой же мощности аховый должен быть генератор, какой должен быть аховый объем по запасу топлива, соответственно, вот хотелось бы, если можно поподробнее, просто очень интересная тема. А вы со знанием дела или просто любопытно? Любопытно, ну и немножко со знанием дела, потому что как бы работаю в строительстве и очень интересно рассказывает ваш гость. Я понял, спасибо, спасибо, Илья, спасибо за вопрос. Данила. Тоже очень много зависит от объекта, да, вот смотрите, у нас самый маленький объект, это модульные, мы их делаем у себя на производстве, привозим заказчику, просто закапываем. Да, он буквально 30 метров по площади, 30 квадратных метров по площади. Ну, это как комнатка, да, средняя такая, ну и даже большая комнатка. Сделано из усиленного металла с покрытием специальными материалами особыми, которые способны защитить от радиации, да, плюс, опять же, сверху это все бетонируется. Значит, вот на такой объект, для того, чтобы работали те системы жизнедеописпещения, то есть это фильтр-вентиляция, там достаточно реально 5 киловатт всего, да, этого, то есть это на все, что там есть, да, там это канализация принудительная, вентиляция. То есть Илья говорит, это должно быть аховое, да, это должно быть огромное, это не так. Когда мы говорим об объектах, которые там 300-500 метров, ну, тут даже дело не в площади, а в системах, которые там применяются, да, то есть, смотрите, фильтр-вентиляция сама по себе это система, которая очень мало электричества потребляет, вот. Но есть еще, например, регенерация воздуха, она действительно много живет, да, еще какие-то вещи. И, ну, бывает, да, там мы ставим там 30-50 киловаттные генераторы, и, соответственно, сейчас запас топлива мы рассчитываем, то есть, если, например, там надо туда там несколько тонн закачать, естественно, мы это делаем. То есть там делаются специальные емкости, они делаются рядом с объектом, и даже бывает, вот у нас был клиент на маленький очень объект, который мы делали, ну, в строительном исполнении, из бетона, там буквально там 40-50 метров квадратных, он предхотел год автономности. Да, понимаете, то есть, ну, хочет человек, ну, ради бога, но, соответственно, там был у него тонн 5 дизельного топлива, который... То есть, опять, да, вот это запасы топлива, как минимум, зависит от чего? А, от площади объекта, и, б, от желания вашего клиента, да, период автономии какой-то. Ну, там даже не от площади, скорее всего, от периода автономии, потому что, скажем, система фильтровентиляции, которая там есть, она при том же самом расходе способна и 3 человека, и 30 человек обеспечить воздухом, то есть там просто, ну, вот эти фильтры, они достаточно большие, изначально они делались для, скажем, для коллективных объектов, для больших объектов, поэтому там, скажем, минимум это человек 20. Ну, понятно, то есть, мы не считаем там одного, двух, трех, да? Нет, это считается там от 20 и дальше. И дальше. Ну, что ж, все очень интересно, Данила, тем не менее, сейчас мы прервемся, послушаем новости на Финам.фм, ну, а потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш эфир, сегодня мы с вами говорим о том, для чего и для кого строят бункера, как, очевидно, стало мне, по крайней мере, их строят и строят активно, и главное, что на них есть спрос. В гостях я еще раз представлю Данила Андреев, генеральный директор компании «Спецгеопроект», и мы сейчас как раз рассказываем о том, как с технической точки зрения выглядят эти самые бомбоубежища, ну, это уже некорректно, наверное, это устаревшее название, выглядят эти бункера. Я, кстати, все-таки хотел бы еще подчеркнуть вот то, о чем, да, сейчас Данила рассказывал, смотри, ты говоришь, вот есть готовые, да, модульные вещи, это самая дешевая, наверное, история все-таки? Да, самая дешевая история, они буквально там от полутора миллионов рублей до, там, опять же, они могут быть из нескольких модулей сделаны, там, жилая зона побольше, то есть, ну, там, скажем, от полутора до двух с половиной, до трех миллионов рублей. — Ну, я опять, да, на свой вопрос пытаюсь ответить, насколько человек должен быть, должен обладать, да, некими финансовыми ресурсами, чтобы это было ему доступно. Ну, по большому счету, это все-таки, да, не так дорого, если говорить вот так. — Ну, это вот, мы говорим про модульные вещи, которые... — Простейшие, да, можно так сказать. — Да, даже они, кстати, не простейшие, то есть, да, они единственное, что они не могут защитить от ударной волны, ну, потому что в полноценном убежище по всем нормам там делается шахта вентиляционная, да, и толщина стенки этой шахты 40 сантиметров бетона. Вот, мы, естественно, плюс сам объект должен тоже из железобетона быть выполнен, поэтому, скажем, вот эти вот убежища модульные, они, как, скажем, они герметичные, у них есть система фильтрации, но если будет серьезная ударная волна, естественно, они сомнутся, скорее всего, либо она туда зайдет, вовнутрь, и тоже будет очень грустно. А вот, если мы говорим про объект, который сделан по СНИПу, да, из железобетона со всеми... со всеми необходимыми системами с оборудованием, такой объект, он, скажем, стоит от 4-5 до, ну, до бесконечности, то есть, если там 500 метров, ну, вы понимаете, десятки миллионов рублей такие объекты могут стоить. Там все зависит от желания заказчика. Кстати, извини, вот говоря о желании, да, ну, собственно, уже с фразой это звучало, что такое этот самый бункер, это обычная квартира, да, одно-двух там, сколько-то, комнатная, вот, и при этом все же, если это обычная квартира, я так понимаю, опять, в зависимости от того, кто это просит, она может очень отдаленно напоминать бункер или вовсе его не напоминать, я правильно понимаю? Да, просто клиенты дерятся у нас, так скажем, на две категории. Одни, которые очень, может, они там не наигрались в детстве. Очень может быть, кстати. Конечно, да, да. То есть, обязательно все полный антураж. Все идет из детства, как известно, да? Пол из рифленого алюминия, стены, как бы, со всеми двери, с этими вот, которые как на подлодках закручиваются, тут пульт управления из металла сделан, в нем мониторы встроены. То есть, это, ну, такая история, в принципе, больше, опять же, не знаю, там, поиграть, показать, похвастаться. Поиграть в войнушку, да? Да, поиграть в войнушку, вот. Чаще по-другому бывает, то есть, людей, они не хотят, чтобы никак это выделялось, даже вот вход из дома, обычная дверь, ну, деревянная-деревянная, ее уже там открываешь, и дальше все более интересно. И внутри просто, скажем, обычный дизайн, как в доме такой же, то есть, ремонт стандартный, там, на полу там какие-то, там, плитка или паркет какой-то, ну, то есть, разные совершенно вещи, там, в плане отделки. Опять же, от функционального значения зависит, вот, одно из, один из вариантов, мы тогда перечисляли с вами, да, там, это переговорные, это какие-то, например, комнаты хранения оружия, да, ну, очень защищенные, и там, можно ее сделать по всем. Можно арсенал хранить. По всем нормам, арсенал совершенно без проблем можно там хранить, плюс еще можно сделать ту же самую, вот, ну, шубную мы делали один раз, это вот такая была, то есть, вот, у клиентов, например, там, была проблема, вот, где сделать шубную, решили там. Ну, шубная, имеется в виду, это хранить, да? Да, холодильное оборудование ставится, да. И сейчас вот очень популярно, скажем, среди наших заказчиков, они делают то, что называется, вот, галереи, да, то, что вы говорили, но это скорее не галерея, а хранилище, да, потому что, ну, многие уезжают, например, когда в отпуск, да, там, понятно, дом под охраной, все понятно, но, понимаете, одно дело, когда он просто под охраной, там висят картины, там, на миллионы долларов, а второе дело, когда у вас там хранилище банковское собственное, совершенно другой уровень охраны, принципиально другой, вот, и многим приятно иметь такой объект, который не просто их, может защитить их и семью в случае, там, какой-то ЧС, но еще и защищает их имущество в мирное время, что тоже, в общем-то, достаточно разумно. Совершенно верно, и очень удобно. Ну, продолжая разговор о специфичности, да, различных ваших заказчиков, вот, если не сложно, тебе расскажи, пожалуйста, о тех, кто спасался от всемирного потопа, вот, то, что за эфиром ты мне рассказал, ну, там, не то, что спасалось от всемирного потопа, знаете, был интересный заказ у нас в начале, даже нет, в конце 11-го года к нам обратилась группа товарищей, они сказали, что да, все, конец света неминуем, и все затопит, бункер строит, смысла нет абсолютно, вот, и предложили, то есть, построить им на Алтае, то есть, республика Алтай, это горная, горная республика, которая находится, в принципе, ну, достаточно высоко, то есть, если посмотреть, вот, там, не знаю, что посмотреть, карты, да, с ревьерами, карты мира, можно, с высотами, то есть, Алтай, он расположен намного выше, например, там, в, внизу, там, в предгоре, да, это, там, тысяча, там, метров над уровнем моря, да, ну, как бы была теория такая, как, опять же, я от них узнал много интересного, что если, например, Земля поменяет полюса свои, да, они сменят... В результате удара того же метеорита, например, да? Ну, я думаю, что там она, скорее всего, разрушится, это там другая была какая-то у них история, я, честно, ее не запомнил, но это активно обсуждалось, эта тема в интернете, была очень популярная версия, что может быть изменение полюсов, а в результате она, как бы, делает кувырок и разливаются у нас все наши водоемы, включая моря и океаны, ну, и, соответственно, вот он, здравствуй, всемирный потоп, вот, предложение было, собственно, спастись там, то есть, на горе, на вершине горы построить такой им дома и с убежищем непосредственно, ну, так как финансирование было, мы поехали... Почему нет, да? С удовольствием на Алтай, да, въездили вдоль и поперек и, скажем так, нашли очень интересную площадку, и сейчас вот там реализуем проект, называется «Седьмое небо». Это безопасный поселок, да, в котором не будет такого глобального бункера, там, для всех, что называется, да, но, тем не менее, там будут... он находится действительно высоко, 1300 метров над уровнем море, там дома, красивые виды, потрясающие, ну, и вот, как раз, скажем, те клиенты, они решили сами где-то строить, ну, вот, мы решили, наша компания решила реализовать такой проект именно для желающих, скажем, быть в безопасности с какой точки зрения, вот, смотрите, во-первых, там нету никаких предприятий оборонных, там нету системы там ПВО, которая является мишенью для кого-то, да, плотность населения там мизерная, ну, и, соответственно, скажем, при какой-то глобальной войне, там, Третьей мировой, это место, оно не является мишенью для потенциального противника, раз. Второе, скажем так, просто красивое место, огороженная территорией охраны. Экологично наверняка, да, безумно, экологично, да, ну, соответственно, это, скажем, безопасность, безопасность экологическая, безопасность, потому что там можно спокойно оставлять своих детей, там, родителей в красивом месте, чтобы они там просто отдыхали, жили, и даже если что-то случается, опять же, полная независимость в плане, вот, тут ферма, тут ресурсы, тут бегают олени вокруг, да, и вот, как бы, тоже так, скажем, сейчас вот тема с эко-поселками, с эко-туризмом, она набирает обороты, и вот среди наших клиентов нашлось очень много желающих, они там уже начали приобретать участки в этом поселке, то есть это... То есть у вас такой коттеджный поселок, да? Ну да, это коттеджный поселок на вершине горы, который при этом... Алтае причем. Да, в республике Алтае, ну, и с очень гуманным ценником, клиентам очень понравилось это. Здорово, это здорово, это отличная идея, как минимум, и тем не менее, вернемся мы к разговору о бункерах, откуда мода это? Ну, мода это, наверное, сложно назвать, конечно, но тем не менее, откуда это пошло вот так широко в народ? Ведь все-таки наверняка, да, ну, так вот рассуждаем с обычной такой обывательской точки зрения, ну, понятно, всегда мы, так сказать, имеем в голове, в подсознании какие-то опасения по поводу чего-то, но не всегда это заканчивается тем, что мне нужно построить, да, отдельное, так сказать, убежище, бункер и так далее. Наверняка, да, откуда-то это навеяло, может быть, с запада, так, нет? Навеяло с запада, совершенно верно, просто мы еще там лет 10 назад не занимались этим вопросом, с частными объектами не работали, но мне, естественно, было интересно, как ситуация вообще там с гражданской обороной и с убежищами обстоит за рубежом, я интересовался этими вопросами, обнаружил, что, с удивлением обнаружил, что рынок частных объектов на Западе, он достаточно большой, то есть он существует, у нас его вообще не существует, скажем так. А Западе о каком мы говорим, в принципе, или Америке? Америка это 90% всех убежищ, то есть на сегодняшний день сотни тысяч убежищ частных есть в Америке, да, большая часть из них была построена в 70-х годах, тех же самых, в ожидании, да, как раз все там, ждали все точно, что там империя зла на них нападет, и все будет плохо, и они себе настроили очень много убежищ, потому что, понимаете, специфика менталитета, у нас все всегда рассчитывали на то, что, ну как там, ну, естественно, государство защитит, придет дядя в погонах, скажет, пройдемте, собирайте все вещи, у вас сколько угодно времени, давайте, мы вас ждем, собирайтесь, вот вам туда и сидите сколько влезет. На самом деле все не так, система гражданской обороны построена таким образом, что даже в крупных городах, возьмем Москву, она способна укрыть, ну, максимум, там, 5-10% населения, да, это, ну, скажем, всех невозможно на 10 миллионов. По определению я согласен, да, ну, а с другой стороны, а кто эти 5-10%? Те, кто успел или, соответственно, фактически, да, нет, ну, есть, естественно, те объекты, которые сделаны на предприятиях, на больших, да, там, где-то, опять же, там, школы, роддома, то есть, ну, это вот то, что, опять же, по всем нормам, ну, плюс еще есть там просто убежище в спальных районах, и практически во всех спальных районах есть такие убежища, количество мест у них, ну, в десятки раз не совпадает с количеством людей проживающих, поэтому, вот, возвращаясь к менталитету, то у нас считалось, что, ну, как бы, не, зачем что-то себе строить, государство позаботится. В Америке менталитет другой, если у тебя есть деньги, заботиться о себе сам, да, поэтому они в то время настроили огромное количество объектов, полностью автономных, и самое интересное, что сейчас, да, несмотря на то, что вот этот вот, как бы, основная вот эта опасность третьей мировой, она где-то там покинула нас лет, когда там лет 15-20 назад, да, по сути, не нас, а американцев, извиняюсь, разные вещи, вот, но при этом сейчас рынок растет, и с каждым годом строится все больше и больше, да, там всплеск был в 2001 году после терактов, но и потом, вот, я, как бы, общаюсь с коллегами, с несколькими компаниями, с которыми мы поддерживаем, скажем, отношения, общаемся, переписываемся с ними, и вот у них, действительно, у них спрос растет с каждым годом, то есть люди просто осознают, что мир вокруг, он очень сильно отличается от той картинки, которая показывается по телевизору, и опасности они куда более серьезные, нежели... И гораздо больше, да? Да, то есть просто когда человек не хочет зависеть ни от кого, в вопросах собственного выживания и безопасности, он строит себе такой объект, вот, и мы, естественно, подумали, что у нас есть опыт неплохой, да, пришлось там переработать кучу снипов, пришлось адаптировать то, что было придумано для больших объектов, которые там сотни метров, вот, на такие маленькие клетушки, при этом, чтобы туда поставить все оборудование, при этом, чтобы все это функционировало и работало, но вот работа была где-то, года два мы этим занимались очень плотно, и сейчас мы, у нас это на потоке, то есть мы строим частные объекты... А не проще было заимствовать за рубежом, в той же Америке, там, как это делать? Знать, мы начали даже с того, что мы заключили договор с компанией, по-моему, Radius Engineering, она не из Америки, а из Европы, потому что, ну, поближе везти, да, вот, насчет того, чтобы привозить их продукцию сюда, ну, первая проблема с ценой, неконкурентоспособной, то есть они предлагали там за 200 тысяч евро привезти бочку, да, которая была, скажем, с оборудованием, как мы считали, ну, наверное, в Европе-то оно получше, оказалось... Ну, бочка, она прям вот маленькой бочкой? Ну, прям бочка, 10 квадратных метров, прям бочка из стеклопластика, да, в которой, да, есть тот же самый генератор, есть система фильтровой вентиляции, но когда мы туда приехали и посмотрели, то есть у нас был шок Никки, потому что я всегда считал, что их западное оборудование, ну, оно более современное. Ну, я тоже, кстати, так считал, это не так развеяно? Нет, оказалось, что оно, ну, скажем, вот, не то, что даже на голову ниже, то есть это вот такая вот, фильтр вентиляции, представляете себе, там, система NBC, коробочку, как, скажем, ну, фильтр от КамАЗа, представим, да, вот примерно то же самое, ну, да, там несколько ступеней очистки и так далее. Если вы там разберете наш фильтр FP-300, увидите его даже, то есть, ну, сразу доверие и гордость за наш военно-промышленный клан просто растет. Это здорово, это здорово. Вот, поэтому мы, во-первых, поняли, что качество, скажем, и конкурентоспособность, ну, совершенно никуда не годится, плюс проблемы с таможней, да, то есть нам сказали, что, ну, смотрите, там используется очень много элементов, которые есть в натовских каталогах, да, именно из оборудования, и, как бы, ну, пропустят, не пропустят, будет зависеть, в принципе, от настроения руководителя таможни. Соответственно, уже ценник возрастает, правильно? Да, ну, а тут, получается, что человек предоплачивает за бочку за стеклопластику 200 тысяч евро, плюс перевозка, плюс таможня, плюс все дела, и потом окажется, что вообще туда не пускают, и мы тебе ее закопаем только где-нибудь в Европе. Да, и живи там в этой бочке. Вот, поэтому в итоге мы отказались от идей представлять здесь иностранное оборудование просто как бессмысленное абсолютно, потому что мы за те же деньги построим из железобетона полноценный объект, который там реально выдерживает ядерный взрыв. Ну что ж, вы видите, как? Не все так просто, оказывается. Многие вещи, да, неконкурентоспособны. Сейчас еще раз послушаем новости, и потом продолжим разговоры. Итак, друзья, продолжаем. Продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Данил Андреев, генеральный директор компании Спецгеопроект. И говорим мы о том, для кого и для чего строят современные бункера. Ну, по крайней мере, многие вещи мы уже выяснили. Кстати, даже еще раз я подчеркну, мы выяснили, что не конкурентна продукция иностранных производителей, что меня лично очень радует. Ну да ладно, давайте поговорим о том, насколько конкурентна эта история внутри России, да, насколько вы ощущаете конкуренцию, да, какие, много ли компаний на этом рынке, насколько он широк и так далее. Знаете, здесь что считать конкуренцией? Ну, по сути, я бы сказал, что конкурентов нету. Конкурентов, как, скажем, если их рассматривать, как профессиональные компании, которые способны спроектировать и построить объекты, частные защитные сооружения гражданской обороны. То есть, есть компании, которые занимаются строительством, они там, ну, строят коттеджи, строят еще что-то. Ну, по сути, понимаете, построить монолитный подвал, ну, при определенных сложностях, которые там будут, ну, в состоянии построить, ну, практически любая профессиональная строительная компания. Вот. А спроектировать полноценную убежище со всеми его системами защитными, ну, скажем так, в России способны на пальцах, наверное, одной-двух рук можно пересчитать компании. Причем большая часть из них, ну, не то, что больше все практически не будут заниматься частниками, потому что, ну, потому что, потому что это, там, спецстроя России, это Моспромпроект, который... Слишком глобальные у них идеи, задачи, да, то есть, скажем, проект, нормальный проект коллективного убежища, да, большого стоит, ну, там, десятки миллионов рублей измеряется, да, только проектные работы. Вот, поэтому, ну, смысл им заниматься, там, частными строить, там, за 3 миллиона объект вместе с проектом, да, если, например, там, можно этим не заниматься, они прекрасно себя чувствуют, там, госзаказы и все остальное. Ну, понятно, с крупником понятно, да, и просто... У нас, скажем, ну, не то, что мы энтузиасты, но так получилось, что нам это было интересно реально с самого начала, да, и мы, как бы, решили просто развить эту тему. Ну, при том, что, скажем, норма прибыли здесь составляет не больше 15%, что-то для стройки это несущие копейки, да. То есть, причем, понимаете, когда строительство ведется под землей, очень часто бывают... В нештатные ситуации. Да, то есть, это всегда какая-то, там, подземная вода, это геологию не показало, но, на самом деле, есть. Вот. Ну, у нас политика компании такая, что мы никогда не выставляем счета клиенту, да, то есть, у нас, как в магазине. То есть, мы сказали, что эта штука будет стоить, там, 3 миллиона, а что будет? Ну, и получается, вот этот форт-мажор вы за свой счет убираете, что ли? Да, у нас вот в том году, например, было реально, там, два убыточных объекта, ну, вот так получилось, да. Ну, может, это не очень правильно. Надо было достроить. Ну, вы знаете, это, наверное, не очень правильно с точки зрения бизнеса, но если бы мы рассматривали здесь этот бизнес только как бизнес для зарабатывания денег, мы, наверное, просто бы этим не занимались, потому что очень непросто всегда общаться с частным заказчиком, да, то есть, мне проще сделать проект какого-нибудь коллективного убедища, для нас же города, там, миллионов за 20, за 30, да. То есть, тот же вариант, да? Да, это только проектные работы, понимаете, да? Это ничего строить не надо, здесь там, ну, команда наших, там, архитекторов, конструкторов, инженеров, она просто спроектирует то, что уже проектировали сто раз и получит эти деньги, вот. Вот, но здесь это, скажем, это, ну, не то, что хобби, это то, что мы делаем и то, что нам нравится делать. То есть, мы применяем совершенно разные новые решения, которые мы не можем применить на коллективных объектах. То есть, те же самые, есть очень интересные разработки с точки зрения автоматизации убежища, да, то есть, мы применяем современные иностранные наработки для инсталляции на наше военное оборудование 70-х годов. Сейчас можно называть это, вы занимаетесь инновациями, правильно? Отличное слово. Отличное слово. Ну, вот, не знаю насчет инноваций, потому что, по сути, это все, это решения, которые были разработаны не нами, я имею в виду, что решения самих систем, да, это контроллеры, это датчики, это различные там приводы. Мы это все устанавливаем на объект гражданской обороны. То есть, на практике это как выглядит? Скажем, срабатывает датчик, да, что повысился уровень радиации, да, либо какие-то отравляющие вещества в воздухе, либо там какие-то другие заражения. Соответственно, система, первое, что она делает, это подает оповещение, да, заказчику об этом разными путями, как мы ее запрограммируем, то есть, сиреной, телефоном, смс-сообщением, да, еще что-то такое, значит. И потом она сама себя переводит в боевый режим, то есть, срабатывают все системы, которые закрывают убежище, и даже если, например, клиент находится, ну, предположим, в городе, а бункер у него... Я тоже хотел спросить, да, а он как туда попадет-то, если она... В частном доме, нет, пока он доберется, понимаете, там самая основная задача не допустить заражения внутри, то есть, нам надо сделать чистый контур, поэтому система, которая сама себя переводит в боевый режим, она действительно достаточно оправдана и имеет право на жизнь, потому что она защищает вот этот контур от всех заражений. В итоге он туда добирается, а я даже не знаю, говорить или нет, но у наших клиентов в багажнике есть чемоданчик, в котором есть костюм музыка, противогазы... Ну, надо говорить, потому что мы уже говорим о серьезных вещах сейчас. Это защита, да, то есть, ну, это, опять же, не у всех, но, тем не менее, то есть, если человек, ему это интересно, скажем, защита всесторонняя, не только вот бункер. Бункер сам по себе, он как вещь просто не спасет, да, им надо уметь пользоваться, это инструмент. Конечно. Вот, поэтому любое защитное сооружение в руках человека, который не может, там, правильно, правильно им воспользоваться, оно может просто оказаться саркофагом, понимаете, да, то есть, бесполезным. Нет, ну и в данном случае, смотри, да, мы изначально говорили, от чего спасает или, там, потенциально должен спасать бункер, да, от радиации прежде всего, от ядерного взрыва, и так далее, и там потом. Поэтому, естественно, если, не дай бог, конечно, да, накрыло, УЗК-то у тебя противогаз, обязательно под рукой. Ну, конечно, добраться надо, то есть, очень глупо, вложить столько денег, построить, туда тупо не доехать. Да, 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 там все хорошо, но я, к сожалению, там уже не побываю никогда. Вот, потом есть системы, скажем, кроме системы автоматизации, есть еще различные системы, ну, вот, например, подпечатка пальца, ну, элементарная, да, вот эта вот биометрическая система контроля доступа, которая нужна для чего, скажем? Если ваш сосед, который с вами пьет чай, кофе, и вы, там, хвастались очень часто бункером, если он увидит, что уже, как бы, все приближается, да, то, скорее всего, он возьмет какую-нибудь сайгу, да, и пойдет, перестреляет вас, а то семью туда запихнет в этот бункер и будет там сидеть. Страшные вещи рассказываешь. Может быть, он будет прав даже в этой ситуации, если представить, что реально там на горизонте грипп растет. Вот, но вот чтобы такого не произошло, некоторые наши заказчики, да, это опять же по желанию, просят сделать систему биометрии, то есть оборудование работает только по отпечатку пальцев, по глазу, то есть если нет, то оно просто не сработает. И они, между прочим, в разговоре предупреждают своих гостей, что, да, вот как бы без меня-то все равно работать еще не будет. Я подумал об этом, представляешь, он не знает, если сосед, да? То есть он сделал свое страшное дело, пришел туда, опа, а попасть не может. Поэтому лучше предупреждать. Есть вопрос, есть вопрос, Данил, от нашего слушателя. Михаил пишет, как вы проверяете, действительно ли ваши объекты выдерживают ядерный взрыв? Военные, например, проводят эксперименты на макетах в ударной трубе. А вы проводите какие-то? Ну, военные не проводят эксперименты над готовыми объектами. Дело в том, что они сначала строят объект по определенным нормам, да, по СНИПам. Потом этот объект, он проверяется, там, на все ударные нагрузки. Потом эти СНИПы, они как прошедшие испытания. То есть он реальный объект, да? Вот его по СНИПам построили. Да, конечно. Да, он, естественно... То есть такие объекты, они уже когда-то испытывались. Поэтому СНИП, он и существует. Не просто так, да, то есть он сделан. Тем более в такой сфере, как убежище, там все очень серьезно. То есть вам-то не надо ничего, слава богу, проверять, правильно? Вы берете уже вот этот самый СНИП и говорите, вот этот объект... Нет, мы проверяем герметичность. Это очень важно. То есть проверяется очень легко, делается подпор изнутри, да? То есть мы делаем разницу давления и проверяем, теряется ли это давление. То есть элементарная система. То есть если давление не теряется изнутри, ну, соответственно, объект герметичный. То есть нам самое главное добиться того, чтобы была герметичность, потому что будет герметичность, будет, соответственно, защита от заражения, от внешнего. Да, потому что с системой фильтрации все хорошо, но если у тебя там везде щели... Ну, конечно. Понятно, что, скорее всего, да. Будет немножко неловко, да, потому что все будет неприятно. Фильтроваться, да. Ну, и, собственно, ответ на вопрос-то, да, то есть вам не нужно уже, да, как минимум проверять на ядерный взрыв, потому что... Ядерный взрыв никто не применяет, не проверяет, извините, ни частный, ни коллективный. Объекты все уже давно проверено, поэтому есть такие нормы, которые по проверенным тем объектам. Хорошо, ну, и немножко осталось у нас времени, значит, как ты думаешь, ну, опять вот в связи с тем, в каком мире мы живем, да, какие опасности у нас появились новые, так сказать, да, страшилки из космоса теперь. Все откуда-нибудь придут наверняка. Как ты думаешь, вообще вот эта история будет более популярна, история, связанная с этими бункерами? Ну, знаете, как это на самом деле не грустно, может быть, звучит, но дело в том, что оно популярно становится так, когда что-то происходит. То есть люди, они, скажем так... То есть до поры до времени, да? Наш мир, он сформировал такое отношение у человека, когда очень немодно думать о плохом. То есть есть такая тенденция, особенно, не знаю, как вот где-то далеко, но в Москве это повсеместно, да, все думают только о хорошем. Извини, да, я даже такой неприятный мне, по крайней мере, фразу просил, все на позитиве. Что это такое? Все на позитиве. Я не знаю. Вот, когда что-то... Данила, извини, пожалуйста, у нас две минуты, и у нас есть звонок, Катерина звонит, я думаю, ей стоит ответить. Катя, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер, Олег. Я хотела задать вопрос Даниле. Я, возможно, слушала, не очень внимательно, но так и не поняла, что случается, когда хозяин бункера приезжает, забирается к бункеру каким-то образом, уже надев костюм, там не суть. А бункер был оборудован системой автоматического закрытия. То есть как он туда в итоге попадет, я так и не поняла. Сейчас вам объясним обязательно, Катя, обязательно. Спасибо за вопрос, Данил. Знаете, весь одетый, экипированный такой, пришел, сим-сим, откройся. Да, да, а он открывается. Нет, естественно, всегда есть дублирующие. Система, безусловно, то есть все электронные системы, они все открываются руками просто. Задача в данной системе заключается не в том, чтобы закрыть, запереть, чтобы никто не попал, а только закрыть дверь таким образом, чтобы она была герметичная. Соответственно, есть снаружи просто ручка, которую поворачиваешь, а дверь открывается. В данном случае, да, не нужно никаких сим-сим откройся, никаких волшебных... Я же самая биометрическая система, про которую я говорил, да, то есть... То есть я пришел, вот... Да, ну, есть, там всегда кнопочка, которая позволяет все это запустить руками. Но, опять же, где эта кнопочка, знает только хозяин. Ну, это, кстати, очень неплохо, потому что, да, волшебная кнопка в конечном итоге спасает нам жизнь. Вы заговорили о вот этом вот не очень правильном, наверное, ну, или странном подходе, что не очень модно, да, говорить о плохом. Ты все-таки считаешь, нужно об этом говорить. Я просто начал говорить о том, что так получается, что в обществе действительно все на позитиве, все очень хочется думать, что все будет хорошо. Когда происходит что-то типа вот того, что произошло в Челябинске, сразу люди начинают задумываться, блин, а могло бы и сюда прилететь, да? Да, просто. Вот, когда происходит взрыв на Фукусиме, все понимают, что, например, высокотехнологичная и развитая страна, такая как Япония, да, в один момент может превратиться в территорию глобальной катастрофы, да, техногенной. Здесь люди начинают задумываться, но потом проходит какое-то время, несколько дней, информационный повод уходит, и все начинают опять быть на позитиве. Те, кто продолжает об этом задумываться, те обычно строят все такие объекты. Данил, спасибо огромное, я благодарю сегодняшнего гостя. Данил Андреев, генеральный директор компании «Спецгеопроект», сегодня в гостях бизнес-класса. Мы обсуждали, для чего и для кого их строят эти самые бункера. Ну, очевидно, что нужно их строить. Главное, чтобы не случилось то, что они понадобятся. Всего вам хорошего, успехов!